В Гомельске Державный колледж Мастасово-Мясоколовского установа особливая. Музыка тут звучит и не только в классах и залах. Шмаскто, репетируя на колледорах, для того, как досягнуть творческих вышин, необходимо постоянно заниматься. Артур Казимиров после закончения колледжа плануя поступить в высшую научальную установу и стать профессийным артистом. Не глядя, что на то, что Артур учится только на пешем курсе, его талант уже зауважили. И он стал одним из трех лауратов премии Аблоканкама для поддержки кодиновитой творческой молоди, якея навучаются у колледжи. Ящетин, лауреат, навучениц другого курса Александр Равянок. В них дядя, чайно взрослый, он уже заявляется призером шматриких международных конкурсов. Кажется, что в дятинстве, жадал навучиться играть на фортепиано, а ли реализовать мару, не дозволило акватерное пытание. Места для такого великого инструмента просто не знайшлося. Увы, нику Александр, играя на флейте, обчим Николе не шкодуе. Мама посмотрела на флейту с бабушкой и сказали, о, как хорошо, даже если ему потом не понравится, мы ее просто положим, а она будет лежать. Начал заниматься на флейте, и оказалось, что флейта не осталось лежать на полочке, я до сих пор на ней занимаюсь, играю. Толиновитыми нарожаются многие, а ли творчих вышинь досягает далеко не кожны. Штадионные репетиции на протягу никаких годин и постоянная самодисциплина, починаючись с дятинства, а ящей наявность мары, якую необходимо обовязково досягнуть. Приемы и балы у палац Румянцах Паскетчу проходили завсёды. У свой часто поступали артисты, их можно было назвать творчей элитой России. Тих, кто пришёл сюда сегодня, так само можно отнести до элиты, але будучи, в селеком разе для этого, у них есть усе макшимости. Вучни дитячих школ мастерства, які робят только первые кроки до творчих вышинь, наученцы средних специальных установ культуры, на рахунку яких у знагороды престижных конкурсов и фестивалев, и побачь тех, кто уже стал профессионалом. У задержанности от категории по мер премии от 122 до 367 рублей. Хоть в даденном выпадке гроши не самое главное, это еще и констатация того факта, что на Гомельщине есть сопроводитая линовитая молодь, якой можно гонориться и якой необходимо потребливать. Выявить этих талантливых детей, поддержать, ну и сопроводить еще по жизни. То есть главное, чтобы они потом не потерялись. Вот, поэтому сегодняшнее мероприятие, оно означает, что у нас все-таки в Гомельской области проживают талантливые самородки, талантливые дети, отдаленные дети. Олег Синчеров, Йоген Макеенко, телерадио компания Гомель.